Всем привет! Давайте сегодня побалуемся еще одной электронной схемой. Тем более, что для ее сборки деталей потребуется совсем немного. Это полицейская сирена, а по грамотному сказать двухтональный звуковой генератор. В этом генераторе всего один транзистор, парочка резисторов, один либо два электролитических конденсатора, разницы нет. Можно поставить один большой емкость или парочку более мелкой емкостью. И вот такой конденсатор для задания тона. В этой схеме есть катушка, которую можно использовать либо намотать самому, либо использовать вот такое герконовое реле, которое тоже содержит катушечку, либо даже заменить эту катушку на сборку конденсатор-резистор, и у вас получится такой же колебательный контур. Все бы ничего, но я не люблю паять детали. Поэтому даже вот эту горстку деталей мне испаивать лень. Дело в том, что эта схема представлена из набора электронные кубики, с которыми я вас уже познакомил. И поэтому я без всякого паяльника сейчас у вас на глазах соберу вот такое нехитрое, но интересное устройство. Смотрите, как это будет. Для сборки я использую конструктор. Все детали в нем смонтированы в небольшие кубики. И если я размещаю их согласно монтажной схеме, даже не в ячейках, а вот в такой вот мыльнице пластмассовой, у меня получается очень даже интересная и полезная схема. Собрать эту схему под силу и школьнику и взрослому человеку. Конечно, паяльник выглядит более интересно. Канифоль дымит, олово плавится. Что делать, если не охота пачкать стол и хочется похвастаться вот таким вот конструктором? Естественно, я использую именно его. Как видите, все готово. Можно приступать к испытаниям. Итак, ни разу не помахав паяльником, используя монтажную схему, я собрал вот такое чудесное устройство. Двухтональный генератор, который имитирует звуки полицейской сирены. Частоту этого генератора можно изменять электронным ключом, либо заменяя всего лишь один вот такой кубик на резистор, либо конденсатор. Звук будет происходить из вот этих вот высокоомных наушников, а питание будет осуществляться с помощью вот такой вот батареечки трона. Ну а что, приступим к испытаниям. Как только я подключаю питание, из наушников слышен характерный звук. Как будто какая-то маленькая полицейская машина ездит у меня по столу. Но это еще не все. Дело в том, что хитрость этого генератора не одна. Смотрите, что будет, если я отключу батарейку. Батарейки нет и, питаясь свободной энергией, этот генератор все еще генерирует. Конечно, с батареечкой он генерирует эффектней. Частоту генерации я могу менять вот этим переменным конденсатором. Это гораздо интереснее, чем звуковой генератор с фиксированной звуковой частотой. Но и на этом не заканчиваются волшебства. Сейчас я вам покажу довольно интересный фокус. Я пока извлеку батарейку. А рядом с моим генератором я расположу вот этот вот уже знакомый вам приемник. Я включаю его на средневолновый диапазон. Нахожу более тихую и устойчивую станцию. Вы слышите? Генератор не подключен. Батарейки в нем нет. А приемник фиксирует изменяющиеся тонны. Не правда ли интересно? Этот двухтональный генератор мало того, что генерирует разные частоты. Он еще и излучает их в эфир. И практически без потребления электроэнергии. Сейчас я подзаряжу батареечкой схему. Генератор не подключен. Вот такая интересная и очень простая схема лежит у меня на столе, которую я собрал с помощью советского конструктора электронные кубики. Ничего сложного в этой схеме нет. Вы можете собрать такую же. То, что я использовал антенный модуль с переменным конденсатором, вас никак не ограничивает. Дело в том, что даже самодельная катушка, которую вы можете использовать с переменным конденсатором или без, будет вести себя точно так же. На приемник идет хорошее радиочастотное излучение, которое имеет ту же частоту, что и сам генератор. Схему я вам уже показывал. Вы можете ее перерисовать с экрана. В конце ролика я обязательно покажу ее стоп-кадром, так чтобы вам было ясненько и понятненько. Ну а на этом я с вами не прощаюсь. В следующем ролике я покажу вам еще что-нибудь интересное. Ну а на этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok